Привет, народ! Ну что, вы просили возродить рубрику «Рупор кинодела». Попрошено — сделано. Поэтому встречайте новая рубрика «5 фактов из мира киноиндустрии». Здесь мы будем обсуждать то, что произошло в мире киноделов за последнее время. Оборудование, техники, новые имена и лица, но и обо всём, что сделано своими руками, на что можно снимать. Поэтому сегодня я расскажу про новый аноморфотный объектив от CERUY, который должен перевернуть игру. О новом футуристическом V-коптере на камерном свете для GoPro, прорывной технике FLAX, способной из ворчливого старика сделать ворчливого молодого человека, и плагине Alex Audio Butler для Premiere Pro. Ну что, приступим. Компания CERUY, известная своими линзами для телефона и штативами, решила сделать следующий шаг и выпустила аноморфотный объектив для DSLR-камер. CERUY Anamorphic с фокусным расстоянием 50 мм, диафрагмой 1.8 и коэффициентом аноморфирования 1.33. Подходит он только для кропнутых камер. По заявлениям китайского производителя, объектив позволяет получить кинематографическое широкое изображение соотношением сторон 2,4 к 1 и будет крепиться ко всем камерам, кроме Canon, через маунт. Новость о самом объективе не самая свежая, это да, но стоимость стала известна только сейчас, поэтому я вам про это и рассказываю. Первые покупатели смогут получить линзу по цене 599 долларов. У всех остальных есть возможность приобрести ее за 699 долларов. Поставки компании начнутся в феврале 2020-го. А почему выход данного объектива — это интересная и важная новость в мире киноделов, расскажет Влад. Владос, тебе слово. CERUY просто взяли и плюнули огромным таком, блядь, плевком на матрицу. Карл Цейзу, любым другим производителям аноморфотных объективов, сказав, что «Чуваки, аноморфот может быть доступным и дешевым». И это значит, что из-за этой одной простой линзе, да, 50 мм f1.8, эти чуваки не просто сделали аноморфот доступным для нас с вами, обычных киноделов, они еще заставили весь рынок подчиниться этой штуке, потому что у рынка будут всего два пути теперь. Либо другие производители тоже начнут делать аноморфотные линзы, дешевые и доступные, либо CERUY просто займет этот рынок и, соответственно, будет иметь огромные бенефиты и будет радоваться. 4К уже пишут все в битрейтах, в хороших кодеках, там кто-то даже 60 кадров в секунду пишет. И вот единственное, что нас будет отличать, когда мы захотим вот этот вот киношный вид, обычно столько кино снимается именно на аноморфотную оптику, под широкий формат, под соотношение сторон 2.30 с чем-то или 2.4 к одному. Вот чтобы получить вот этот широкий филд-вью, используют аноморфотные объективы. И если раньше мы могли это себе позволить только за счет того, что брали дорогущую технику в аренду или трахались с DIY аналогами, то сейчас, благодаря этим ребятам, мы можем взять и начать снимать аноморфотные видосы в стоимость обычного объектива. Так что, если ты хочешь эту линзу себе, где-то до середины 2020 года придется подождать. Ну а мы надеемся, что нашим каналам и силами наших китайских партнерств удастся выцепить ее одну для того, чтобы потестить и рассказать тебе уже в деталях, с чего эта малышка сделана. Передаю слово Яну. Блин, прикольно, у нас прям как на телеке. Короче, этот объектив не останется в 2020 без внимания. Это факт. Компания GoPro выпустила аксессуары для своей камеры GoPro Hero 8. Первым в продажу поступил маленький накамерный свет. На официальном сайте сказано, что свет мягкий, с большим углом освещения. Имеет 4 уровня яркости до 200 люменов, батарею на 6 часов работы и, как это водится по старой гоупрошной традиции, является водонепроницаемым и небьющимся. Стоит такая новиночка 50 евро. Также скоро в продажу поступят небольшие накамерные мониторы для селфи-съемки и чехол с микрофоном для качественной записи звука. Микрофон имеет защиту от ветра и прочих шумов. И также является приятным дополнением для ваших экстремальных движух. Эти два дополнения будут стоить по 90 баксов каждый. И поступят в продажу немного позже, но все равно очень скоро. Но если денег на такой свет у вас нет, то вот тут будет ссылочка, как сделать свой бюджетный, который весьма хорош. И это факт. Компания Хохлов-Сабатовский, ну то есть мы, наконец-то создали единое пространство, где находятся все наши паки. А это и туториал о том, как настроить камеру, и титры, и эффекты. Короче, все, все, все. Не надо теперь мотаться по YouTube-каналам, выпрашивать ссылки. Все будет в одном месте. Ссылка в описании. С помощью этого пространства должно все стать гораздо удобнее. Но это не факт. Недавно на Netflix вышел нашумевший фильм Скорсезе «Ирландец», где с помощью новых технологий омладили героев Роберта Де Ниро, Джо Пеши, ну и других. Технология эта называется «ФЛАКС» и является операторской системой, состоящей из обычной операторской камеры в центре и двух дополнительных инфракрасных камер по бокам. Или, как эту камеру называли на съемочной площадке, «Трехголовый монстр». Роберт Де Ниро подтолкнул Скорсезе к использованию данной технологии, когда ознакомился с предыдущей технологией Motion Capture, где использовался шлем с маркерами, и сказал «Эх, Марти, я эту херню не надену. Одену, работаем, Марти». Такое сложное устройство из одной обычной и двух инфракрасных камер было сделано для того, чтобы построить движущуюся модель актеров, у которых на лицах не было маркеров, информацию о работе мимики которых пришлось извлекать из текстур и освещения их лиц. Использование инфракрасных камер повлекло за собой множество проблем и заморочек. Например, они давали лицам ровное освещение, но при этом имели другую глубину резкости, из-за чего пришлось делать две команды операторов, когда одни смотрели в обычную камеру, другие смотрели в инфракрасную, чтобы ничего не слетело. Также камеры повлияли на работу арт-отдела. В фильме много автомобилей 50-х, 60-х и 70-х годов. Нужно было убрать с машин все стекла, так как в старых авто они содержат свинец, который не пропускает инфракрасные волны, и вместо лиц были бы черные пятна. Также проблема появилась, когда персонаж курил. Лицо закрывал теплый дым от сигарет, поэтому в фильме весь дым цифровой и добавлен на этапе постпродакшена. Мы ведь сможем потом мне цифровой дым наложить? Слушай, нет. Ну нет, так нет. Но я бы поснимался в фильме с такой технологией. И это факт. А следующая новость будет интересна тем людям, которые ненавидят цифру 4. Компания Zero Zero Robarix выпустила-выпустила новый-новый Duo Duo коптер с двумя винтами. То есть их теперь не 4, как все привыкли, а 2. В данной версии коптера была уличная дальность и время полета. Время полета данной модели 50 минут. Также на коптере есть трехосевая камера 12 мегапикселей для ваших киношных шотов, трансмиттер с дальностью работает до 7 километров, режим автофоллоу и куча других вкусностей, которые вам точно понравятся. Но тут есть небольшое упущение. Если вдруг у него откажет один из винтов, то данный коптер не сможет поиграть в Карлсона и точно разобьется. А вот если бы у вас было 4 винта и один вышел бы из строя, там еще это как-то можно посадить. Короче, я бы на такой штуке полетал, и это факт. Голландская компания Unimule выпустила замечательную утилиту для тех, кто занимается видеоблогерством или ведет свой канал на YouTube. Называется она Alex Audio Butler. Да-да-да, вы не ослышались. Butler. Этот плагин выравнивает звук, чистит голос от лишних шумов и имеет внутреннюю функцию auto-ducking, что делает музыку немножечко потише, когда вы говорите. Что самое удобное в этой проге, так это то, что всю работу со звуком можно сделать за пару секунд. Серьезно. Взгляните на это меню. Тут все настраивается всего за 2-3 клика. Но я могу и ошибаться. Да, вы можете сказать, что подобные функции в том или ином виде можно найти в Adobe Premiere Pro. Но судя по видеотуториалу, тут все гораздо нативнее и проще. И это факт. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вообще, что вы были с нами весь этот год и помогли набрать 100 тысяч на канале. Потому что вы, ребята, очень крутые. Вы лучшие подписчики, которые когда-либо были. И это факт. Вас с Новым Годом. Клевых вам шотов. Прямых рук. Будь счастлив. Пока.